Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном шлеме от компании TREM. Вначале краткий экскурс в историю средств защиты головы. Все знают шлема формата MITCH, ACH. Потом компания OBSCORE произвела, скажем так, фурор, перевернула игру со своей минпродукцией серии FAST, безухие и полуухие шлема, на которые они применили все самые передовые достижения тех лет, а именно рельсы, высокий вырез подуши, своеобразная форма купола, шрауд, банджи-корды, подвесы и так далее и тому подобное. И на долгое время компания OBSCORE стала законодателем ОМОД в сфере защиты головы носителя. Но постепенно святое место пустое не бывает, и у нее появились достаточно интересные конкуренты, одна из которых это компания 3M. В 2015 году, по-моему, компания 3M приобрела маленькую контору Ceradine, которая с 2014 года по заказу правительства США поставляла в армию и морскую пехоту шлема нового поколения, не кевларовые, а не кевлароарамидные, а из сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, из ВМП, скажем так. Данные шлема успешно применяются по сей день, как в пехоте, так и в морской пехоте, в частях десанта. И буквально в начале этого года, когда, вы помните, убили иранского генерала Сулеймана, по-моему, если не ошибаюсь, и для усиления посольства США в Багдаде, соответственно, в Ираке были переброшены части десантных войск, и там мелькали довольно-таки интересные шлема формы. Так вот, это шлема от компании 3M, как раз вот из серии Ballistic Helmet F70, из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. То есть не только морская пехота и флот, но и армия США постепенно переходит на не кевлароарамидные шлема. Итак, давайте посмотрим на шлем более подробно. Начнем мы, наверное, с первой части, это с крылупы. Как мы видим, здесь она у нас имеет безухий формат, то есть высокий вырез подуши, шершавое покрытие, довольно-таки стойкое, не бликует. На него нанесены Velcro, видите, они с прорезями, то есть она прекрасно прилегает. Velcro, скорее всего, компании 3M, она производит данный тип крепления. В передней, в лобовой части прикручен шрауд, для ношения приборов ночного видения, аксессуаров и прочее, прочее, прочее. Как он прикручен, давайте обратим внимание. Здесь мы видим три посадочных отверстия, формат 3-hole, ворком. Но купол не просверлен. В данном куполе нет ни одного отверстия, которое так или иначе уменьшает механическую прочность его. Что же сделала компания 3M-царадайн? Они нижнюю часть закрепили в рант, в пластиковый рант, а вот здесь сделали наплавление на самом шлеме, и туда уже нарезали, скажем так, резьбу, и вкрутили вот эти вот болты. То есть, вот я даже сейчас сниму подушку, как мы видим, здесь никакого выходного отверстия не имеется. Посадочная площадка стандартного формата, то есть, под все существующие шрауды большой базы, имеется в виду. Банджи-корды, банджи-корды старого поколения, то есть, не как у нового обскора, но функцию свою выполняют. Крепятся они вот сюда вот. В случае ношения забрало там или еще что-то, можно их сюда вот, соответственно, перекинуть. Рельсы. Повдробнее остановимся на рельсах. Как мы видим, здесь три точки крепления, и есть две из них посадочные. Это вот здесь, раз, два, и сзади. Здесь, опять же, все включено в ранд. Саморез, скажем так, вкручен в ранд. А вот здесь, в верху верхней части, сделано наплавление, и опять же туда ответная часть вкручена, и опять мы не имеем отверстия в куполе. То есть, никаких повреждений нет. Задняя часть вот таким вот образом фиксируется просто-напросто за щелку. Стандартные рельсы. Сюда входят все, в принципе, адаптеры необходимые для размещения фонарей, наушников, видеокамер и так далее и тому подобное. Здесь, как у Обскора, мы знаем, можно закрепить наушники, кислородную маску и так далее. Ну и нижняя часть, соответственно. С каждой стороны рельсы. Давайте теперь посмотрим внутреннее убранство данного шлема. Ну, сразу бросается в глаза эта продукция компании Team Wendy. Их подвес Comfit. Вот даже название здесь на бакле. Регулировки стандартные, обзоров достаточно на них много. В том числе и у нас на канале где-то присутствовал обзор вот этого подвеса. Считается одним из самых лучших и обоснованно считается одним... Обоснованно считается таковым. Но здесь есть интересная особенность. Предыдущие подвесы крепились на четыре посадочных отверстия, четыре болта. Здесь же сделано все немножко иначе. А именно... Сейчас я расстегну, чтобы вам было удобнее видно. Как видите, здесь в ранте пластиковым сделана такая защелка. И, грубо говоря, как фастекс входит туда посадочное крепление подвеса к шлему. То есть, рант, помимо собережения края шлема, выполняет вот такие вот функции по всей длине. Точно так же и боковая, ну и задняя точно таким же образом сделана. У подвеса Тимвенди еще есть вот такая вот регулировка БОАП. То есть, это фиксация шлема над ушными костями черепа, скажем так. И она тоже сделана своеобразным методом. Вот такой вот Велкро. Вот сюда вот оно приклеивается. То есть, опять же, здесь вот обозначен центр. Вообще, шлем довольно-таки информативен. Везде обозначены положения, то есть, различными метками, рисочками. Что вот здесь вот центр, ребят, на ФС. Вот ориентируйтесь на него. Итак, с подвесом разобрались. Еще существует модификация с обычным X-образным подвесом от Компарии 3М. Теперь давайте посмотрим на подушки. Сразу бросается в глаза D3O Impact Protect. Данная подушка, чем интересно? Внутри находится, скажем так, такой скелет. Скорее всего, он и есть. Не Ньютон, скажем так, есть D3O. Я сейчас надавлю, и увидено будет здесь вот такой вот круг. И такой скелет. В каждой подушке это сделано. То есть, здесь немножко другая форма. Подушек стандартное количество, 7 штук. А именно, одна круглая центральная подушка, две продолговатые и четыре маленькие. Самое интересное, что на каждой подушке набит номер контракта поставку NSN. То есть, вот мы видим, здесь он находится. Сам производитель рекомендует, помимо стандартных подушек, вставлять в внутренние части шлема, в следующие подушки. Вот я сейчас открою инструкцию. А именно, TeamWendy, ZAP, вот этот вот набор. Потом Epic Air и Revolves. Ну, то есть, любой из них, в принципе, может подойти и использоваться с этим шлемом. Давайте вернемся к нашему герою и посмотрим на внутренние оставшиеся части. Здесь мы видим наклеенные Velcro. Ответная часть Velcro, а именно крючки. Скорее всего, опять же, от компании 3M. Довольно-таки качественные, прекрасно сделаны. По центру купола, вот здесь вот мы видим крестообразную метку и размер L. Данная вещь сделана для того, чтобы, ну, может быть, потеряем когда-нибудь обирочку. И будет затруднительно понять, какой размер. Поэтому вот выдавлено. Такая система практически во всех шлемах западных существует. Но ничего в этом, скажем так, удивительного нет. И давайте теперь обратим внимание на бережку. Сейчас я поближе поднесу. Здесь мы видим производитель 3M. Церадайн дочернее предприятие. Название баллистика Salt Helmet. И его размер. Серийный номер и дата производства. Это совсем свежий шлем конца прошлого года. Во всем обвесе данный шлем весит примерно 1200 грамм. Что является, в принципе, стандартным для такого рода шлемов. Ну, при условии, что он несет, скажем так, на 30% большую защиту, нежели тот же шлем формата Mitch, ACH и так далее. Помимо всего прочего, компания 3M дает данному шлему замечательную инструкцию. Я сейчас ее перед вами открою и немножко полистаю. Вот, собственно, шлем, который использовался десантниками 82-й и 101-й десантной дивизии в Ираке. Здесь его небольшие характеристики, то есть вес, аксессуары, которые поставляются с ними. Вот, собственно, наш герой сегодняшнего обзора. Вот, вексуары, которые с ним могут быть. Здесь все подробненько рассказывается. С картинками, то есть, за человеку, не носителя английского языка, будет все прекрасно понятно. Регулировки. Как должен шлем сидеть. То есть, вот вы видите. Как затягивать затылочную часть системы, БОА. Подушки. Уход за скорлупой. Опять же, полный. Как подушки ухаживать, как с ними, что сделать. Как вытащить подвес. Здесь мы видим с помощью пассатижи, наверное, такой-то матери. Здесь как его ставить обратно. Здесь размещение шрауда. Что я говорил о том, что вот здесь вот нету отверстий. Вот такие вот наплавленные, скажем так, микророжки. Как крепятся банджи-корды в различные рельсы. Ну и так далее. Аксессуары для рельс. Это вот Пикатинни, скорее всего, рельса. Ну и так далее. Как установить визор, баллистическую мандибулу и так далее. Скажем так, забрало по-русски. Вот такой вот шлем. По цене. Что у нас, в конце концов, в итоге на выхлопе и какова стоимость данного агрегата. Примерно стоит так же, как и Obscore Maritime. Имеется в виду не самый новый, который там облегченный и так далее. А старый, который чаще всего мелькали у спецподразделений США. То есть, примерно в России, с учетом нынешнего курса, ну, порядка 140 тысяч рублей он будет примерно стоить. Стоит ли он того? В принципе, я думаю, что стоит. Потому что такого количества ноу-хау, нововведений я не видел еще ни в одном шлеме. Все, спасибо за внимание.